Признать факт перехода в третий возраст любой женщине нелегко. А если на этом пути ее сопровождают еще головные боли, раздражительность, набор веса, скачки давления, то идти вот в эту самую зрелость становится вовсе уже некомфортно. И женщина, еще недавно заражавшая всех позитивом, превращается в источник жалоб и плохого самочувствия. Вот об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Ольга Неганова, врач-акушерогинеколог Самарского областного кардиодиспансера. Добрый день. Итак, мы сегодня про третий возраст. Я много разговаривала с врачами вашей специальности и заметила такой факт. Они все очень любят пациенток 40+. Есть этому какое-то объяснение? Да, наверное, есть. Потому что пациентки 40+, уже состоявшиеся, у них уже сделана карьера, выросли дети, есть время заняться собой. И те пациентки, которые к нам обращаются в возрасте 40+, у них, конечно же, уже за плечами есть такой социальный бэкграунд, да, и у них уже большая заинтересованность в сохранении молодости, красоты, сохранении собственного здоровья. Да, с ними очень приятно общаться. Мы любим таких пациенток. Ответственные, наверное, вот именно в это время. Почему все-таки приходит осень? Ну, мы все знаем, что, конечно, рано или поздно организм начнет стареть, но, наверное, не задумываемся о том, какие процессы-то запускаются вот в организме, почему она приходит. Ну, спасибо, Инесса, да, за такой вопрос про женскую осень. На самом деле есть предрасполагающие факторы. То есть каждая девочка рождается с определенным количеством фолликулов, которые рассчитаны на весь ее жизненно-менструальные, да, циклы. То есть это определенное количество заложенных циклов, в результате которых выделяются половые гормоны, обеспечивающие нашей девочке, девушке, женщине красоту, молодость, выполнение репродуктивной функции. Я уточню, это у каждой девочки разное? Конечно. Конечно. Формируются первичные фолликулы, она рождается с определенным количеством фолликулов, рассчитана на весь менструальный цикл ее будущей, репродуктивной функции ее жизни. Есть генетические составляющие, да, обычно мы спрашиваем, спросите, как было у мамы, да, когда у мамы наступила менопауза. Ну, то есть менопауза – это последняя менструация самостоятельно в ее жизни. И мы уже смотрим, да, ее состояние на сегодняшний день, потому что на сегодняшний день, определяя здоровье женщин, у нас есть определенные шкалы определения здоровья, определения старения. И при этом, если мы говорим про нормальный возраст старения, это, конечно же, 45-50 лет. То есть преждевременная менопауза – это до 40, ранняя – это 40-45, своевременная – 45-50, и уже старше 55 – это поздняя менопауза. Чаще всего она, да, генетически как-то детерминирована, но при этом мы не забываем, что у части женщин оказываются какие-то инвазивные мероприятия, оказываются оперативные вмешательства, и у нас есть формирование так называемой гетерогенной менопаузы, когда проведены были операции какие-то, да, на репродуктивных органов, да, и в связи с этим у нее может возникнуть это состояние раньше. – Мы сейчас же с вами, чтобы было понятно, говорим не о увядании красоты, да? – Нет. – А мы сейчас говорим о старении организма и, ну, в частности, женского здоровья. – Конечно же, да, да. Это общий процесс, который идет в организме любого человека, в том числе и в организме женщины. – Так все-таки вот что правит балом-то, что правит нашим здоровьем? – Ну, конечно же, балом правит это гормоны. Гормоны управляют всеми процессами. Это есть и гормоны отваги, да, ярости, гормоны тестостерон, который есть также у женщин. Это гормоны красоты, то, что делает женщину женщина, это эстрогены. И гормоны второй половины цикла – это гормон прогестерон, который сопровождает материнство. Это гормон такой благодарности, да, и кормления – окситоцин. Это гормон на удовольствие – дофамин. То есть весь балл в организме, конечно же, правит гормоны. – Так, и куда они исчезают? – И куда мы идем, да. У нас есть гормоны, которые периферические, которые выделяются в эндокринных органах, а есть гормоны центральные, которые и управляют, да, всей этой музыкальной пьесой в организме любого человека. Поэтому к периоду менопаузы наступает такая ситуация, когда центральных гормонов становится много, они заставляют работать, например, яичники, да, фолликулостимулирующий гормон в большом количестве выделяется у нас в гипофизе. И он заставляет работать яичник, а ответа не получает. Называется таким медицинским термином, да, изменение в состоянии гипергонотропных, гипогонодизм, когда центральных гормонов много. – Очень сложное слово. – Да, да, и когда мы определяем, да, функцию, то обязательно в наши клинические протоколы, в наши исследования мы определяем вот эти центральные гормоны, которые, заставляя работать с периферией, не получают отзыва. – Ольга Борисовна, а переизбыток гормонов, это имеет место? Есть такие клинические случаи? – Есть такие клинические случаи, но при этом это всегда патология, да, это всегда патология, это какие-то, например, аденомы. – Да, до 100 лет остаешься молодой и красивой, нет? – Да, до 100 лет не остаешься, конечно, молодой и красивой, но при этом есть аденомы гипофизы, есть аденомы надпочников, они выделяют большое количество гормонов патологических, это все клинические случаи, они лечатся. А вот изменение гормонов мы как раз и можем заметить, снижение гормонов мы можем заметить у женщины, которая проявляется изменением ее самочувствия, то есть появлением жалобы. Если до этого она себя прекрасно чувствовала, у нее был регулярный цикл, она была молода и весела, и вдруг появление каких-то симптомов, которых раньше не было, как раз и заставляет ее обратиться к врачу. Гормоны имеют точки приложения во всех органах, все являются органами мишени для наших половых гормонов. Это и сердце, и сосуды, и кожа, и мочеполовой тракт, да, и вот эти проявления, связанные с дефицитом гормонов, мы можем заметить в виде появления каких-то жалоб, которые раньше она не обращала внимания, да. Это, например, снижение настроения, это лобильность пульса, учащение, это изменение колебаний давления, это появление резких приливов жара, да, к верхней половине, это ознобы ночной пот. Это слабость в руках, нарушение, да, мышечной слабости, это остеопороз, снижение плотности костей, она может жаловаться, да, на боли в мышцах, боли в суставах. То есть появление каких-то непонятных для нее симптомов чаще всего связаны со снижением количества половых гормонов, и женщина, не понимая, к кому обращаться, да, у нее может быть прибавка веса, да. Она может обращаться к различным врачам, не находя для себя какого-то доктора, который объяснит ей всю вот эту ситуацию, весь этот комплекс появляющихся симптомов. И, конечно же, нам в помощь здесь и кардиологи, да, и эндокринологи. И при этом, конечно же, большую часть, да, вот таких женщин мы видим у себя на приеме, у врача-кушерогинеколога. А все-таки вот от чего зависит начало перестройки организма? Ведь у каждой женщины это в свое время. Получается, что это не только от количества прожитых лет? Или это связать с тем, с чего вы начали? Что у каждой девочки заложено изучение? Да, у каждой девочки заложено. Плюс мы говорим о генетике, да. Плюс, конечно же, мы говорим о том, в какой форме приходит, да, наша женщина к этому возрасту, да. Это и вредные привычки, это и вредные условия труда, это и активная, да, физическая форма, это и нарушение питания. То есть это будет все способствовать тому, что, скорее всего, да, у нее может проявиться более раннее начало симптомов, да, климактерических, которые проявляются, конечно же, за несколько лет уже до наступления менопаузы. Вы вот сказали, что раздражительность появляется. Очень часто про женщину говорят, ой, она так плохо меняется с возрастом, становится капризной, раздражительной. И мы как-то, люди, никогда не задумываемся, а что способствует вот этой самой раздражительности. Опять-таки, не прожитые годы, правильно? Это опять-таки гормоны. Это, конечно же, это, конечно, одни из признаков психоэмоциональных изменений, связанные со снижением половых гормонов. То есть сама женщина говорит, что я никогда такая не была, у меня какая-то раздражительность, у меня плаксивость, я очень быстро обижаюсь на всех, да, у меня стали нарушения памяти, это может быть и депрессия, это могут быть панические атаки. То есть дефицит гормонов половых и их точки приложения во всех, во всех органах приходит к тому, что снижается чувствительность, да, и у нее развиваются вот такие одни из первых симптомов. Это все-таки психоэмоционально, о чем вы сейчас сказали, да, раздражительность, плаксивость, изменение настроения, может быть, депрессия, может быть, вообще потеря интереса к тому, что раньше нравилось, да, и приносило какое-то удовольствие. Это снижение либита, как раз связанное со снижением количества гормонов. В это же время вегетосостудистые, которые связаны с пульсом, изменение пульса, лоббильность пульса, изменение артериального давления. То есть это как раз те ранние симптомы, которые мы видим в премии на паузе, да, к тому времени, которое предшествует, то есть еще есть регулярный цикл, и появляется первое нарушение, но при этом вот эти симптомы уже в течение двух-трех лет могут сопровождать женщину. Это ночные вставания, нарушение сна, как одно из первых, и мы видим, что при премии на паузе, то есть в состоянии, которое предшествует менопаузе, у нас практически 35-40% женщин жалуются на ночной сон. Сон прерывистый, она просыпается ночью, она встает ночью в туалет. Иногда муж начинает жаловаться, что она начинает храпеть во сне, это как раз дефицит гормонов, мягкое небо начинает провисать, да, и первое, о чем, да, говорится, такие первые звоночки дефицита, да, как раз говорят о том, что она говорит, я стала вставать ночью, никогда не встала, я стала просыпаться ночью, это еще, наверное, как раз предшествует и эмоциональной лоббильности, снижению настроения и так далее. Ольга Неганова, врач-акушер-гинеколог Самарского областного кардиологического диспансера, сегодня в нашей студии, мы говорим о третьем возрасте, и вот вы сейчас затронули тему появления проблем с сердечно-сосудистой системой. Ну а это-то почему? И как это проявляется? Как раз мы говорим о том, что точкой приложения половых гормонов эстрогенов, прогестерона являются и сосуды, да, и изменение как раз сосудистого тонуса будет приводить к тому, что лоббильный пульс, изменение дыхания и лоббильное артериальное давление, это эпизоды повышения артериального давления, как раз артериальная гипертензия, чаще всего с этим состоянием и обращаются наши пациентки. И уже получая после обследования терапию по поводу климактерического синдрома, может нормализовываться пульс артериального давления. Конечно же, мы работаем очень плотно с нашими коллегами, с врачами-кардиологами, с врачами-эндокринологами, тем самым приводя, да, состояние женщины в удовлетворительность, чтобы она получала хорошее качество жизни. Вот какой период перестройки организма врачи считают критическим? Какой именно период требует, может быть, большего внимания? А если мы с вами будем говорить про возраст и старение, вернемся, да, к нашим стандартам, то мы говорим о том, что, конечно же, менопаузу, это первую, последнюю самостоятельную менструацию, мы определяем уже постфактум, то есть пока у нее была менструация, она не знает, она последней или будет еще, и в течение 12 месяцев, если нет менструации, соответственно, это менопауза. Вот период, который ей предшествует пременопауза, и вот этот период, когда еще непонятно, да, последняя менструация или нет, называется переменопауза. И если мы говорим о том, что заставляет обращать внимание пациентку, то, наверное, все-таки больше обращаются пациенток вот с жалобами на жары, на приливы, да, на изменение лоббильность пульса настроения, с ранними, такими, вегетососудистыми, психоэмоциональными симптомами, это ранний период, это переменопаузы, а вот постменопауза, там уже характерны изменения другие. Если мы будем говорить о таком осложнении, как недержание мочи у женщин, появление, так как урогенитальный тракт является как раз зоной приложения действия половых гормонов. Их дефицит приводит к атрофии и приводит к нарушению мочеиспускания, к недержанию мочи, которая является, на самом деле, большой асоциально-гигиенической проблемой до женщины. Если обращали внимание на аэропорт, и какая там стоит очередь в женский туалет, и в мужской, вы увидите, да, как раз вот это гендерное несоответствие, да, в женский туалет стоит большая очередь, в основном взрослых женщин, да, то есть как раз говорит о том, что это является большой социальной проблемой. И при этом, если мы будем говорить по времени проявлению, то у женщин в пременопаузе, да, то есть до наступления последней менструации, это чаще 15% женщин, а вот уже больше 50% это уже постменопауза, это после последней менструации должно пройти 2-3-4 года, и уже увеличивается проблемное количество женщин именно с недержанием мочи. В это же время это как проявление генитуринального менопузального синдрома, к этому присоединяется вульвовагинальная атрофия, это появляются уже жалобы, кроме недержания мочи, на сухость влагалища, диспарионии, затруднения, да, половой жизни и так далее. То есть это уже характерные изменения, которые происходят через несколько лет после последней менструации. Когда мы говорим о возможной диагностике и предупреждении этих осложнений, то есть чем раньше женщина обратится к врачу-акшир-гинекологу, чем раньше она пройдет обследование, и ей будет подобрана индивидуальная персонифицированная терапия с учетом ее анамнеза, с учетом жалоб. То есть у нас есть такая шкала Грина, там 21 вопрос, по 3 баллам каждый оценивается. И когда я смотрю на пациенток, на своих, то я вижу, какие симптомы преобладают. То есть это либо симптомы на плаксивость, разложительность, нарушение сна, либо это сосудистое повышение давления, изменение пульса, либо это слабость в руках, какие-то летучие боли, да, и так далее. Мы оцениваем вот эту шкалу опроса Негрина, и уже видим, какие преобладают симптомы. Назначаем стандартизированное обследование, которое определено нашими клиническими рекомендациями, да, и уже персонифицированно подбираем ту терапию, которая необходима нашей пациентке, нашей красивой женщине, да, которая хочет сохранить молодость, красоту, здоровье на долгие-долгие годы. – Прозвучали понятия климакс и менопауза. Это слова-синонимы? Давайте еще в понятиях немножко поразбираемся. – Да, хочется немножко в понятиях разобраться. Менопауза – это отсутствие менструации, да, то есть наступление как раз последней менструации, в течение года отсутствие менструации называется менопауза. А климактерический синдром – это симптомы комплекса клинических жалоб и проявлений. То есть мы будем говорить о том, что не у всех женщин в менопаузе, в постменопаузе будет проявление климактерического синдрома. То есть вот эти жалобы, о которых мы уже с вами говорили чуть ранее, да, они проявляются не у всех женщин. То есть климактерический синдром – это такой набор симптомов, да, набор симптомов, связанный с дефицитом половых гормонов. А менопазу – это отсутствие менструации. Этих симптомов может вообще не быть? Да, может быть индивидуально, может быть у кого-то и не быть. И женщина не заметила, как она перестроилась к третьему возрасту? У меня есть пациентка, 53-х лет, она обратилась ко мне, говорит, у меня 3 года нет месячных. Я говорю, что-то беспокоит, она говорит, абсолютно ничего. Но она всегда в форме 57 килограмм с 10-го класса, она каждый день занимается физкультурой, зарядкой, активный спорт. Очень позитивный человек, на адекватном таком питании. Она говорит, меня вообще ничего не беспокоит, просто сказали, что если месячных нет, нужно пойти к врачу. Через 3 года. Поэтому она пришла. Может быть ученым стоит поизучать ее и прийти к каким-то выводам. Вы называли серьезные симптомы вот этого возраста сердечно-сосудистые проблемы, недержание мочи. И понятно, что с такими симптомами, конечно же, к врачу обращаться нужно. А вообще, в целом, когда началась перестройка, женщина чувствует какой-то дискомфорт. Может быть, просто подождать, когда все это нормализуется? То есть, нужен ли доктор? Я думаю, что в любом случае нужно обратиться к доктору. Все женщины проходят профилактические осмотры, периодические, ежегодные. Либо один раз в 3 года. У нас есть определенный перечень обследований, который необходим. Поэтому в любом случае нужно оценивать ситуацию. Когда вы обращаетесь к своему доктору, кто-то стесняется об этом говорить. Кто-то считает, что это вариант нормы. Это просто вот я в таком стрессе живу. И так получается. Они не связывают иногда с этим своим здоровьем. Такое еще встречается? Конечно, да. Кто-то вообще стесняется говорить, особенно о недержании мочи. Мы говорим, может быть, при кашле, при чихании. Нет, у меня нет. То есть, при кашле, при чихании, при физической нагрузке. Ну, может, иногда. Да, ну, может быть, иногда. Ну, то есть, иногда женщины эти жалобы приходится спрашивать, собирая анамнезы, задавая наводящие вопросы. Она может вам уже рассказать больше, чем она пришла на прием с какими-то проблемами. Иногда они говорят, ну, это вот возраст. Это у всех так. Они могут не обращать на это внимания. Поэтому чем раньше она обратится на прием к врачу, будет проконсультирована специалистом, тем больше у нас терапевтическое окно по возможности оказания ей какой-либо помощи. Это может быть и негормональная терапия, это может быть альтернативные методы лечения. Мы всегда начинаем говорить о том, что нужно проявлять физическую активность, то есть изменять образ жизни. Это и прогулки, занятия с психотерапевтом, и физическая нагрузка, и здоровое питание, соблюдение режима сна. Кому-то этого абсолютно достаточно будет. Кому-то требуется какая-то немедикаментозная терапия. Кому-то требуется заместительная гормональная терапия, гормональными препаратами, в лечебной дозировке. То есть все мы разные. И проходя обследование, доктор всегда взвешивает показания, противопоказания, предпочтения, и уже персонифицирована для каждой пациентки, согласно ее обследованию, уже назначается корректирующая терапия. Ну, либо не назначается, да, если у нее все хорошо. Ну, вот еще до сегодняшнего времени, мне даже кажется, кое-где существует легенда о том, что климакс – это женская смерть, в кавычках сейчас мы называем, да, что внешний вид еще можно как-то корректировать с помощью посещения косметолога, а уж возможности организма уже никак не корректируются. Вот вы сейчас заговорили про гормонозамещающую терапию, и это понятие в нашу жизнь вошло, в принципе-то, давно, но еще не все его приняли, и очень много всяких мифов и легенд вокруг этого ходит. А, ну, так как мы все состоим из гормонов, мы говорили о том, да, что есть гормоны радости, есть гормоны счастья и так далее. Ну, то есть мы все состоим из гормонов, и как для любого препарата, есть свои показания и свои противопоказания, есть терапевтическое окно, когда они оказывают эффект, и, конечно же, когда мы говорим, например, о первых вегетисосудистых проявлениях, проявлении приливов, когда резко, да, у нас прилив жара к верхней части туловища женщин – это лицо, грудь, руки, да, сопровождающиеся подъемом температуры, обильным потоотделением, ознобом, а в основном обращаются вот с этой жалобой, да. Иногда для этого действительно у нас хватает и тех немедикаментозных методов, но часть женщин переносит вот эти приливы по 17, 20, 25, 30 раз в сутки. И это прямо проблема. Это проблема, это снижает качество жизни, это снижает очень работоспособность. А если мы с вами говорим про возраст 45-50 лет, это трудоспособные женщины, у которых, да, и активная личная жизнь, и активная… И о каком здесь настроении можно говорить. Да, да, да. При этом мы говорим, что если мы будем говорить, что, например, 40% женщин с приливами, да, то из них около трети будет со средней тяжелой степенью. Вот им действительно необходима помощь, терапия, потому что это восстанавливает их качество жизни. Есть другое мнение, что все в природе естественно, что все должно идти своим чередом, и не надо вмешиваться в проявления природы. Что скажете? Я отношусь к этому с уважением. Есть такое, да, мнение у пациентов. Оно как бы не вызывает никакого сопротивления. Действительно, почему бы и нет, если это не нарушает ваш образ жизни, если вы это при этом хорошо чувствуете, да, все скомпенсировано, да, потому что когда это нарушает сильно самочувствие, вмешивается в вашу жизнь, то тогда необходима, конечно же, коррекция с учетом всех показаний и противопоказаний, потому что любая пациентка проходит достаточно серьезное обследование предназначением терапии. Это и сбор жалоб, да, это оценка риска остеопороза, это оценка риска сердечно-сосудистых осложнений, оценка риска тромбоза возможного, это и онкологический анамнез семьи, да, и данной пациентки. Это проводится осмотр, измерение окружности талии, как одного из маркеров висцерального ожирения. Это подсчет индекса массы тела, это измерение артериального давления, это проведение лабораторных исследований, в том числе уровня гормонов. Это исследование ультразвукового, исследование и молочных желез, и репродуктивных органов, и функций печени. Это осмотр, да, нижнеконечных сценарей тромбоза. То есть это действительно очень большое такое обследование по клиническим рекомендациям. Это такой большой кейс по подбору заместительной гормонотерапии. И если это обосновано, это действительно улучшает жизнь, качество жизни наших пациенток, и дает им возможность чувствовать себя красивой, желанной, работоспособной, интересной, да. Она еще работает и на внешнюю красоту, насколько я понимаю, да? Да, конечно. Потому что кожа и сосуды, это тоже точка приложения эстрогенов. У меня есть пациентка, которая обратилась и сказала, что я прям за один день постарела. Она говорит, у меня было все хорошо. Я вот встала сегодня с утра, у меня абсолютно сухая кожа, у меня появились морщины. Может быть, это, конечно, не за один день, просто она такое видела. Но, конечно же, конечно же, это тоже требует работы совместно врача, акширогинеколога, косметолога, эндокринолога. Давайте в оставшиеся несколько минут поговорим все-таки, как нам молодость и красоту эту сохранить и как нам отсрочить все-таки наступление осени, скажем так, да? Вот есть, например, народное поверье, что если родить позднего ребенка, то можно до 60 не стареть. Так ли это? Ну, если с точки зрения повышения физической активности, то, наверное, да. Да, но при этом, конечно же, роды поздние таят в себе очень много сложностей, очень много осложнений, да, потому что возраст пациентки все-таки уже такой 40 плюс, такие пациентки тоже есть, и там уже больше осложнений, чем пользы. И это все-таки слишком радикальный метод. Конечно, это слишком радикальный, наверное, он работает только на повышение ответственности за будущего ребенка, да, и повышение физической активности. Так, а если не прибегать к таким кардинальным мерам, тогда что все-таки стоит делать? Тогда как врач я, да, могу посоветовать это модификацию образа жизни, это соблюдение режима, физическая активность, да, поддерживать массу тела, индекс массы тела определенный, да, и тогда, в принципе, можно как-то модифицировать свой образ жизни, если до этого не было какой-то физической активности. Причем это может быть любой вид активности, да, что нравится, танцы, плавание, йога, да. Почему бы и нет? Да, можно то, что нравится, то, что любите, конечно. Но и все-таки тема, которая всех тоже интересует, модная сегодня – это витамины. Витамины, да, если мы будем с вами говорить, есть такой квартет здоровья, конечно же, да. Женщине мы рекомендуем употреблять и витамины в нашей терапии, гормоновитаминотерапии. Конечно же, в квартет здоровья, кроме заместительной гормонотерапии, будет входить и витамин D, и мы, кстати, проводим обследование на содержание витамина D у наших пациенток. Это и омега, да, и метформин уже, как по показаниям эндокринолога, препарат, который регулирует уровень глюкозы в организме женщины, потому что постменопауза у нас может сопровождаться и инсулинорезистентностью, толерантностью к глюкозе, изменение вот как раз обмена глюкозы, да. И эндокринологи, наши коллеги рекомендуют в этот же квартет здоровья включать метформин для регуляции обмена, потому что и ожирение, и изменение содержания глюкозы тоже сопровождают менопаузу. Поэтому квартет здоровья, витамины, конечно же, да, мы используем в терапии. Ну, в общем, ничего сложного. Вполне можно продлить свое здоровье, свою молодость, если соблюдать определенные рекомендации и посещать регулярно врача-гинеколога. Ольга Борисовна, спасибо большое за этот разговор. Очень многое, на самом деле, стало понятнее, особенно про гормоны. Все не случайно в нашей жизни. Благодарим наших зрителей за то, что были с нами. Всем женщинам желаем красоты, молодости и здоровья. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова